Всем привет-привет! Это мой очередной обзор с Wildberries. Мне кажется, он будет довольно-таки интересным, потому что покупки разнообразные. И первая, на мой взгляд, не очень интересная покупка такая, это краска для волос. Заказывала мама. Первая это от Garnier. Стоила она вот на момент покупки 118 рублей. Эту краску пробовали мы. Ну вот маме нравится. Мне, например, Garnier не нравится. Вот для темных волос. Как по мне, она быстро смывается и не очень хорошо окрашивает. Но из недешевых красок вполне себе нормальная. Вот она взяла в оттенке ольха 7,1 номер. У нее сейчас короткая стрижка. Корни она вот хочет темными сделать. Ну как темными, да, относительно. А концы она купила L'Oreal краску. Это уже, конечно, более подороже. Она стоила 353 рубля. Вот это вот хочет окрасить концы. Это из серии технология фиолетового цвета. То есть против желтизны. Уже покупали тоже. Но, по-моему, другой оттенок мы покупали. Но именно в магазине. В принципе, цены не сильно отличаются. По скидкам можно и в магазине за такую цену купить. Так что где заказывать, это вот выбор уже ваш. Мы заказали на ВБ, потому что знали, что все равно заказ забирать нужно. Цены сравнили и решили, что не будем по магазинам ходить, а сразу вот заберем на ВБ. Следующий заказ это уже для Даши. Вот для всей семьи почти будет у нас заказы. Даша попросила стилус. Это вот я уже распаковала, потому что смотрела, проверяла. Стилус, вот какой-то бренд. Тут, в принципе, бренда этого нет. Ну, китайский обычный стилус. Мы с мужем выбирали, хотели ей купить что-то подороже. Там были стилусы от тысячи рублей. Ну, у нас планшеты у всех, в принципе, от фирмы Apple. Но Apple-овский стилус покупать, ну, как-то нам он, в принципе, не нужен. Сейчас Даша просто занялась рисованием на планшете. Какую-то программу там скачала, ей нравится. Вот, поэтому понадобился стилус. Я говорю, давай начнем с обычного. Есть, которые заряжаются, стилусы. Есть, которые, вот как мы приобрели обычный, которые не заряжаются. Почитала я, которые вот более тысячи стоят, которые заряжаются. Бывает, что ответ у них не очень. Пропуски делают. Поэтому, думаю, начнем с простого. Так, здесь вот такой вот стилус. Он двухсторонний. С одной стороны здесь вот такое вот покрытие. То есть, ну, это набирать текст, вот что-то такое. Толстые линии. А вот, чтобы рисовать, здесь такой колпачок на магните. Оп, он магнитится. Можно его переодеть на эту сторону. Тоже он магнитится. И вот с этой стороны вот такой вот стилус. Он гнется в разные стороны. То есть, очень удобно. Вы ставите и уже рисуете разные линии. Ну, пока Даши понравилось. Тем более, мы знаем нашего ребенка, что ей все ненадолго. Интересов у нее много. Сразу одно, потом второе. То есть, ну, и решили, что тратить большие деньги на такую вещь мы не будем. Если уж мы увидим, что она действительно увлечется этим, будет ей намного интересно это все, то, конечно же, мы приобретем что-то подороже. А так, за свои деньги отличный стилус. Ответ у него, в принципе, хороший. Я тоже пробовала, испытала его. Поэтому посоветовать могу. Вот для начинающих, кто рисует. Либо, знаете, у кого длинные ногти, да, и много работает именно. Ну, за телефоном, мне кажется, все-таки пальцем удобнее. Да, но вот за тем же планшетом вообще отлично просто. Далее, это зубная паста. У продавца написано, что зубная паста, она без фтора, натуральная. Ну, не знаю, посмотрим, попробуем. Состав, в принципе, мне более или менее понравился, но я как бы не стоматолог. Производство Германия. По составу вот можно почитать, как видите, там натуральные есть добавки, то есть экстракты, я имею в виду листьев шалфея, розмарина. Упаковано приходит вот так просто, как видите, пакет такой и все. Есть вот такая вот этикетка на русском языке, срок годности до февраля 24 года, вот написано, да, без фтора, 75 миллилитров, и сейчас проверим, есть ли защита есть. Защита есть, так что отлично. Давайте откроем, наверное, посмотрим. Обычная белая паста. По запаху просто мятная. Вот мята слышится и все. Обычно мы пользуемся либо сплатом, либо вот рокс. В принципе, очень нравится. Вот сплат какая-то новинка, мне кажется, я раньше такое не видела, но вполне неплохая паста. Вот такой вот у нее цвет сиреневенький. Вполне, мне кажется, справляется отлично со своей задачей. Поэтому эту пасту попробуем. Если понравится, то будем покупать. Дальше это вкусняшка. Я открывала пункти выдачи, потому что сроки проверяла. Это сушеная манго. Решила попробовать, потому что написано у продавца, что оно без сахара, 100% натуральное. Это Вьетнам. По срокам все отлично. И здесь указаны сроки. Так, вот 22.02.23. Срок годности 12 месяцев. И вот здесь еще пробито. Вот 2023 год. Февраль 22.02. Так что попробуем, потому что отзывов очень много. Заказов более, там, на момент съемки 3900, по-моему. Мне кажется, очень вкусненько и, в принципе, недорого. Если так покупать манго и сушить, да, вот наше манго, которое продается у нас в России, то совсем, конечно, это не то. Вот я пробовала, сушила, мне не понравилось. Вот это именно вот вьетнамская манго. Надеюсь, будет вкусная. Но рейтинг 4.9, мне кажется, по-другому быть не может. Здесь я взяла из двух упаковок. Они, по-моему, по 500 грамм. Да, каждая упаковка по 500 грамм. То есть вместе килограмм за 600 чем-то рублей просто отлично. Манго — это природный источник витаминов А, В, С, Д, Е, кальция, фосфора, железо, цинка, бета-каротин в нем. То есть сушеный манго используют в диетотерапии, при болезнях глаз, кожи, органов дыхания, при простуде. То есть желательно, конечно, ежедневно употреблять, улучшает обмен веществ, нервы успокаивает, иммунитет укрепляет, давление нормализует, защищает от вирусов. То есть очень много полезных свойств, если это действительно настоящая хорошая манго. Следующая вот такая вот покупочка. Много видела у блогеров обзорчики на эти кремушки. Они китайские, конечно. Но я взяла, чтобы в сумку бросить. Вот у нас набор кремов для рук. Написано, что по 30 грамм каждый. Ну и больше на русском как бы ничего нет. Как мы видим, здесь так 3-4-5, и они все разные. Как у продавца написано, что в составе входит масло ши. Но и плюс, соответственно, вот отдельно, да, каждый. Если авокадо, оно, например, что делает? Помогает заживлять там ранки, заживляющий. В общем, эффект, если милк молоко увлажняет, роза тонизирует. Что у нас еще? Лилия, она смягчает. И последняя черника, она защищает. В общем, 5 разных ароматов. Написано подарочная вот такая вот упаковочка. И сейчас посмотрим на эти кремушки. Так, да, они вот, видите, небольшое. Ну, как раз вот в небольшую сумочку он и поместится. Так, вот авокадо. Так, есть тут защитная. Ой, смотрите, еще и в каждой защитой стоит. Супер. Я хочу каждый аромат понюхать. Так, открываем. Нанесу сейчас. Ой, оно такое жиденькое, конечно. Я думала, будет более... Так. Ну, аромат авокадо, я бы не сказала. Как обычный какой-то крем, типа бархатной ручки. Ну, никакого аромата нет. Это вот лилия. Так, лилию сейчас посмотрим. У лилии, да, вот уже, ну, сама текстура, все, в принципе, одинаковая. Но аромат, да. Аромат действительно такой вот, более какой-то цветочный. Впитывается быстро, никакого липкого слоя не оставляет. Ну, такой кремушек, знаете, водянистый. Мне кажется, такое баловство. Мне кажется, у них состав одинаковый у всех. Нету такого, да, вот как было описано, что тот заживляющий, тот увлажняющий, разные какие-то эффекты. Мне кажется, нет. Крем один и тот же, просто ароматизаторы немножко разные добавлены, да, и все. Ну, за такие деньги хотеть что-то большего от этого крема, ну, мне кажется, это чересчур. Вот роза. Ну, тоже такой цветочный аромат. Да, действительно, на розу похоже чем-то. Так, и последние два. Ну, пока мне, если честно, ни один аромат не понравился. Сейчас посмотрим. Молочный. Так. Вот молочный аромат такой, знаете, прикольный. Пахнет, ну, не знаю, как чуть-чуть с гущёночкой отдыхать, сладким таким чем-то. Ну, такой интересный, более или менее из всех. Но самые большие у меня надежды вот на этот аромат. Я люблю ягодные ароматы и, в принципе, в парфюмерии, поэтому, надеюсь, этот аромат мне понравится. Хоть бы ногти не поломать. Так. Ну, аромат довольно-таки приятный. Но не то, что я ожидала. Вот что-то он мне напоминает. Не ягоды, а вот что-то лесное такое. Тоже какой-то вот цветок, мне кажется. И на ягодные не очень похоже. Ну, на данный момент мне больше всего вот этот понравился. Именно по аромату. А по действию, ну, сразу вам говорю, мне кажется, ожидать чего-то хорошего, какого-то увлажнения, какие-то надежды возлагать на этот крем не стоит. Это так вот. Я повторюсь в сумку. Если вы там вышли с квартиры, забыли, руки обветрились, вот быстро такое. Быстрая помощь его вполне сойдёт. Но именно на постоянный уход нужен более питательный, хороший крем для рук. Дальше. Кто смотрел моё видео про уборку на кухне, я говорила, что я составляю список, чего не хватает, и потом закупаю. И вот я там перебирала специи. Кто, кстати, не видел, я ссылочку оставлю, можете посмотреть. И вот в списке у меня был перец красный. Я решила не покупать в магазине, а попробовать заказать на ВБ, потому что выгоднее получается. Вот хочу сравнить качество. Пришло вот в таком вот пакетике. Здесь вот у нас, что написано, перец, чили молотый. Я заказала 100 грамм, но можно и больше заказывать. Больше, в принципе, ничего. А, страна-производитель тоже Вьетнам. Эта компания называется Дерево любви. Я сразу не поняла, к чему это всё. Думала, может, сорт перца. А потом я посмотрела, что это компания такая, потому что я не только, кстати, перец заказала. Покажу. Так, ну, здесь, в принципе, всё то же самое написано. Перец чили молотый. Кстати, здесь не написано, что острый. Но у продавца на карточке там написано. Вот так вот он приходит. У вас, конечно, цвет передаёт какой-то желтоватый, но на самом деле он более красный. Конечно, не очень упаковка, да. То есть его куда-то теперь нужно будет пересыпать, куда не знаю. Вот. И остальное будет храниться, да. Потому что его, ну, здесь очень-таки много. И вот, повторюсь, заказала, потому что, ну, по цене вообще отлично. И очень много положительных отзывов. И плюс очень много заказов. Там более 600 раз его купили. Рейтинг 4,7 у него. Ну, перец красный острый, он используется во многих блюдах. Плюс ко всему, я прочитала, что красный перец, он стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. И даже положительно влияет на зрение человека. Представляете? То есть я раньше думала, ну, что приправы, они используются, ну, для усиления вкуса, да. Ну, там, куркума, да, она действительно обладает очень хорошими целебными свойствами. Особенно в индийской кухне её часто используют. А вот в чили, ну, думала, ну, даёт остроту какую-то, да и всё. Нет, видите, он обладает и антибактериальными свойствами. Вот при эпидемии гриппа, ОРВИ, очень отлично побольше добавлять вот красного перца. И, кстати, красный перец чили называют его ещё гормоном счастья. То есть стресс снимает, иммунитет повышает. Вот так что такие вот познания. Просто, видите, в магазин мы когда приходим, покупаем, даже не задумываемся. А когда вот заказываем на ВБФ, в карточке продавца очень много можно интересного узнать. Дальше это кориандр. Как видите, у того же продавца страна-производитель Россия и здесь 500 грамм. Представляете? Как видите, также присутствует срок годности. Обычно кориандр, да, он молотый, я покупаю. Это вот решила заказать в зёрнах, чтобы можно было его использовать ещё и для выпечки. Ну и плюс кориандр, да, когда закрываешь что-то, вот такие зёрнышки бросать, потому что это действительно натуральная приправа, которая добавляет не только аромат, но и вот и вкус блюдам. Они такие более интенсивные, пряные становятся. На выпечку отлично вот кто чёрный хлеб кушает, да, в магазинах обычно, ну можно наблюдать, сверху, да, посыпают кориандром. И когда раскусываешь вместе с хлебом, то довольно-таки приятно получается, приятный вкус. Я, вот повторюсь, взяла 500 грамм и стоило это всё 176 рублей. Вы представляете, за такую огромную упаковку. Мне кажется, это отлично перемолоть, вот тебе будет свежая такая пряность. Заказов этой приправы также очень много, более 6400 раз заказывали, и рейтинг 4,9. Ну и последнее, что хочу показать вам, вот так в коробке приходит это всё, и здесь, кстати, что это, а благодарность за покупку, и здесь вот такой вот огромный пакет кокосовой стружки. Страна производства Индонезии, это уже другой продавец. Вот можно посмотреть, здесь срок годности. Есть 15.04.23 изготовлено, то есть довольно-таки свежая, да, вот написано Индонезии. И здесь целый килограмм, представляете, целый килограмм кокосовой стружки. Тоже заказала, потому что купили более 13100 раз на момент съёмки, и рейтинг 4,8. Есть также у продавца и 500 грамм, то есть поменьше можно купить, и вот как я килограмм. Жирность 65% у этой кокосовой стружки. Всего 390 рублей она стоила за килограмм. Кокосовая стружка, она также довольно-таки полезная. Составляющими компонентами являются аминокислоты, витамины, ну там перечислять не буду, там много, макро, микроэлементы, то есть кальций, калий, магний, натрий, фосфор, железо, жирные кислоты, омега-3, 6, насыщенные эфирные масла, антиоксиданты. То есть очень-очень много всего. Мне кажется, особенно будет полезно для кондитеров, вот кто делает тортики. На этом всё, все заказы. Надеюсь, вам понравилось, моё видео было вам чем-то полезно. Увидимся в следующих видео. Всем пока-пока!